Татарская эстрада Татарская эстрада Татарская эстрадская 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 эстрад Но немного боялись. Как это воспримут, как это не будет ли прям шквал хейта. Вокальные репетиции, занятия общей физической подготовкой, сложный и новый танцевальный стиль. Вот малая часть того, с чем столкнулись участники группы. Фишка группы в том, что исполняя песни на родном языке, важно сделать их актуальными для молодежи не только музыкально, но и танцевально. Тяжело было в том, что ты больше танцевал, а когда ты совмещаешь танцы и вокал, тяжело, просто неудобно. Это тоже как привычка, потом ты уже нормально. Да, было посложнее, потому что у нас и динамичные танцы есть. Ладно, я привык там с детства тоже петь вокально, просто выходил тоже на сцену, пел. А здесь еще плюс танцы. И еще надо понимать, что ты в группе, не один. Помимо своих сольных, песнь Караж обращает внимание молодого поколения на артистов, которые уже давно на вокальной арене. Так у группы вышел ряд совместных композиций с такими певцами, как Айдар Галимов и Домира Саитова. У нас родилась идея, то, что через... Ну, много же народа, которые не понимают по-татарски, особенно молодежь, и старшее поколение говорит, учи татарский, учи татарский. Ну, таким методом не особо научишь людей и не особо заинтересуешь, так скажем. И мы захотели, так скажем, соединить русский и татарский, чтобы там молодежь начала, ну, интересоваться как минимум. Сейчас ребята продолжают заниматься любимым делом, выпускают новые песни, проводят концерты, а самое главное, набирают свою аудиторию, которая поддерживает творчество татарской группы, которая старается изменить взгляд на татарскую эстраду. Аделина Абдрахманова, Никита Акиньшин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова